Как из модема сделать хаб? Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим Как из модема сделать хаб? Наверное все вы задаетесь вопросами, как же наш модем превратить в хаб? Какие настройки стоит изменить и что нужно отключить, чтобы из нашего полноценного модема, который возможно у вас завалялся дома, старый модем какой-нибудь, из него сделать обычный хаб, чтобы подключить другие компьютеры или ноутбуки по кабелю. Вот у меня модем TP-Link TD8840T, из него мы хотим сделать хаб, у него здесь присутствуют 4 разъема LAN, как раз на один порт мы подключим кабель с нашего основного модема, где у нас интернет с Wi-Fi, и в итоге 3 порта у нас будут для подключения других компьютеров. На основном модеме у вас должен быть интернет и уже он должен работать, подключаем его к розетке. Не забываем подключить кабель LAN. Кабель LAN подключаем в один из LAN портов. С обратной стороны на системный блок, также подключаем кабель LAN. Вводим 192.168.1.1. IP-шник для входа в веб-интерфейс можете посмотреть на донышке вашего модема. Admin. Admin. Мы попали на главную интерфейс нашего модема. Здесь нужно произвести кое-какие настройки. Модемы бывают разные, у всех разные настройки, разные интерфейсы. Но принцип один. Переходим в сеть. Параметры WAN. У меня кое-какие здесь настройки, я удаляю все свои настройки. Удаляю и это удаляю. Удалить. Все. У меня настройок нету, параметры WAN у меня чистые. Перехожу в кладку группирования интерфейсом. Удаляю IP-фон и IP-TV на дефолт. Дезактивирую этот пункт я, он нам не нужен. Дезактивировать, сохранить. Мы его дезактивировали. Теперь переходим в параметры WAN. В этом пункте нам нужно отключить DHCP сервер. Отключаем его, дезактивируем. Сохранить делаем. Сохранено. Параметры ALG. Отключаем все пункты. Дезактивировать, дезактивировать, PPTP, L2TP дезактивировать. Шлюз. Отключаем также полностью. Сохраняем все, весь этот пункт. DHCP сервер у нас отключен. Переходим в кладку UPnP. Дезактивируем этот пункт. Дезактивация. Вкладка BrandMaur. Если у вас активирован BrandMaur, то отключите ваш BrandMaur. Обязательно перезагрузить нужно ваш модем. Перезагружаем его. Теперь мы можем подключить наш модем TP-Link TD8840T в качестве хаба к нашему основному модему. Вот у меня кабель патчкорд. Подключаем его к нашему основному модему, где у нас есть интернет. На наш модем также подключаем в один из LAN-портов. Теперь проверим состояние интернета. Запускаем браузер. И у нас интернет работает. Сеть у нас через хаб работает, друзья. Сведения 192.168.0.10. От основного модема у нас получает айпишник. Все отлично, друзья. Попробуем сменить кабель, друзья. Возьмем кабель, который у нас подключен к компьютеру. Попробуем его переткнуть на LAN-4, допустим. Подключаем и проверяем нашу сеть. Сеть обновляется и интернет появился. Теперь попробуем подключить наш ноутбук к нашему хабу. Подключаем кабель LAN. Теперь его подключаем к нашему хабу в один из LAN-портов. Подключили и смотрим на интернет. Интернет у нас появился. Все отлично. Таким образом мы из нашего модема сделали хаб. И он работает отлично. Все кабели подключены. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok